всем привет это марина и моя постоянная рубрика косметичка на неделю а сегодня я вам буду показывать достаточно большое количество косметики потому что кое-что мне не подошло и я потом это убрала с этой недели как например вот этот карандаш это черный карандаш christian dior оттенок 90 я этот карандаш раньше хвалила но ранее я его использовала в более холодное время и оказалось что в жару он абсолютно не стойкий он растекается и на лето я бы его вообще не советовала поэтому сейчас я его буду убирать не буду им пользоваться следующее это бальзам для губ от кармекс я его часто показываю в своих видео но в последних как-то забывала о нем упоминать и он у меня сейчас стоит просто возле кровати и я увлажняю ему губы но если не каждый день то может быть через день такое количество дальше продукт который я с вашей помощью заканчиваю в этой рубрике это румяна от эвраше четырехцветные тут конечно же есть тоже результаты можете судить сами как это все смотрится по вашим рекомендациям я начала использовать самый темный оттенок для контурирования именно сейчас потому что зимой например или уже осенью навряд ли мне пригодится такой темный оттенок и просто может остаться тогда мне не получится закончить этот продукт сейчас это будет более актуально но до донышка тут очень далеко вот эти же два оттенка видно что розовый например очень быстро закончится потому что сейчас я наношу вот это я пока оставила оттенок среднюю наношу как контур самый темный и розовый уже как румяна так их миксу могу показать кисточку которой я это делаю это вот такая кисть от nart номер 20 очень удобная кисть она из натуральной шерсти по-моему это белка нет это наверно колонок надо посмотреть вот такая кисточка ночи хорошо растушевывает и вот и и артикул то что я еще хотела бы закончить это блески из палетки dior это палетку уже тоже можно полностью закончить ну вот как то сейчас до нее не доходит дело но вот эти два близко тут уже осталось понемногу и нужно сейчас их закончить потому что все таки это кремовые продукты и они скоро портящиеся по сравнению с пудровыми я сейчас просто это закончу также какими еще я помадами пользуюсь на этой неделе это такие две помады одна lcf и вторая мэйбеллин lcf оттенок номер восемь у меня такая немного пострадавшая в общем то все помады lcf решат тем что они очень жирные и мягкие и их стик плохо держится в упаковке и ломается вот эта помада тоже в свое время вот так вот надломалась но ее осталось очень мало я как-то про нее забыла и вот сейчас хочу ее закончить качество этих помад мне очень нравится потому что они не сушат губы и они оставляют хороший пигмент то есть насыщенность ваших губ и если вы уже даже там поели или попили что-то в общем то держится практически целый день нравится но вот минус за исполнение и помада мэйбеллин номер 430 которую я хотела тоже закончить в принципе думаю что это сделаю потому что вот смотрите это я уже выкручиваю полностью продукт это все что осталось думаю скоро тоже справлюсь также продукт который заканчивает алюмине гель я уже рассказывал что сейчас продукты для бровей мне не очень нужны но этого геля осталось очень мало и я его сейчас тоже использую просто для того чтобы как-то дисциплинировать волоски на бровях вот в принципе он для этого подходит но осталось его мало и он уже подсох так осталось у меня тут остались базы база клиник redness solutions SPF 15 я ее сейчас наношу потому что солнце уже активно и поверх нее наношу сразу же essence это стойкий тональный крем stay all day оттенок 20 soft nude это более темный оттенок из тех двух что у меня были в этой серии а сейчас его наиболее актуально использовать в общем то дальше такого случая может уже не предвидится хотелось бы конечно вот этим летом тоже закончить если получится а также этот же тестер от esos я смешиваю с cityblock SPF 25 тоже от клиник когда не пользуюсь этой базы то есть либо вот такой вариант с этой базой либо вот этот вариант тонирующим все это закрепляю пудрой от армане которая называется микрофиллус полдер оттенок 0 обычная прозрачная пудра сейчас вот постоянно ее использую из недели в неделю вот видите какая она белая в ней есть немножечко блеска поэтому также наношу ее активно на скулы в качестве хайлайтера парфюмы у меня на этой неделе эрмес анжабдин сюрле нил это сады нила один из моих самых любимых парфюмов вот сейчас вам покажу его с крышкой с крышкой есть ну вот они мне очень нравятся и в косметичке у меня лежит шанель шанс фрэш просто мне это удобно если мне нужно как-то обновить парфюм я могу утром нанести вот этот мир и вечером уже нанести другой парфюм вот этот который в пробнике на этом все это вся моя косметичка на этой неделе спасибо большое за просмотр спасибо за ваши комментарии стараюсь всем ответить может быть немножко поздно но отвечу точно всем спасибо еще раз за внимание всем пока